далее в этом уроке давайте рассмотрим получение под стримов из стримов то есть то есть создадим сначала стрим для этого пишем название от этого массива и превращаем его стрим поток далее в этом потоке у нас набор вот всех элементов да у нас есть элементов 15 этого массива получается в этом стриме 15 элементов допустим нам надо его сократить и с помощью метода skip то есть мы просто пропустить skip и пропускать какое-то количество например если нажмем 5 из 15 элементов он первый 5 пропустит 1 2 3 4 5 и вот отсюда должен создать новый поток давайте соберем то что мы получили в так коллект коллектор спешит но и селись мы просто дать у листила получим результат в с листа новый напишем из просто объектов студент будет массив студент после того как но скип сделали и давайте теперь распечатаем сколько там элементов то есть он 5 пропустил и должен выдать оставшийся получается 10 элементов выдаст раз два три 4 5 вот меня но то есть вот эти 10 элементов он должен сейчас вывести на печать так работает skip он пропускает 5 он принимает long какое-то целое число и вот мы видим он распечатался него то есть это число 5 1 5 пропустил вот отсюда на вы начал вводить на консоль миа но оливия дэвид и должен заканчивать и забыл и забыла и чек откуда взял а вот джек он заканчивается не забыла вот джек забыл это последний элемент последний элемент джек да все верно он отобразил а 10 элементов пропустив 5 вот это пропустить первые 5 ну если не напиши элементов поймете до элементов нужно было написать студентов на студент этот параметр здесь может быть чего угодно 5 чисел студентов преподавателей сантехника в зависимости от того что здесь вот эти элементы и он пропускает далее вот с методом skip тесно связан метод лимит у него наоборот действие то есть если мы указываем skype 5 он 5 пропустил и вытащил все остальное и весь указываем лимит 5 он наоборот только вот 5 оставит первых 5 остальное все удалит то есть но лимита от слова ограниченный лимит ограничение давайте вот мы создадим теперь вот студент здесь получается вот такой вот класс у нас так это будет студент авто лимит вот так назовем ну точно также получаем из нашего массива сначала поток стрим просто прикладываем этот устрем и здесь прикладываем к нему теперь метод лимит и 5 да ну чтобы ни одну и ту же цифру не использует 5 везде давайте используем 6 и вот он вытащит первые шесть элементов а то что он в итоге вытащил нам надо чтобы он вернул потом в лист ту лист и давайте теперь напечатаем с out students of the limit вот этот вот массив которым получает очень превратили в стрим в поток приложили какую-то функцию и затем обратно превращаем его из массив смотрим результат элис боб чарли кэтрин лиме 6 элементов все вот так практике встречаются вот такие рабу когда будете работать с потоками вот встречаются такие методы скип пропустить первые пять элементов и оставить все остальное и лимит он наоборот оставит только первые 6 элементов а все остальное на пропустит название говорят за себя доски это с английского пропустить лимит это вот ограничить лимитировать вот каким-то ограниченным дину сделал компактно на что-то вот 6 элементов все он компактный 6 элементов оставил 1 остальное выбросил далее бывает вот чтобы посмотреть промежуточные результаты то есть не бывает тот необходимо посмотреть промежуточный репутатов сделали скип его мы хотим посмотреть что там у нас 1-поток потоке процесс происходит даже скажите ли месяц чтобы он провел какую-то операцию над ним только после того как мы все приводили обратно в лист мы его этот лист распечатываем и вот тогда мы получаем результаты здесь тоже самое вот приятели поток прикладываем метод, только после того, как мы вот обратно в лист сделали, получаем. Ну, чтобы получить промежуточные результаты, используют метод вот pick. Pick. Ну, как бы так и переводится с английского, как бы вот взглянуть как бы украдкой, да, вот посмотреть, вот как там у нас происходят дела. Pick. Ну, давайте как приложим какую-то map функцию. Так, давайте мы получим лист так, давайте имена будем вычислять, и вот modified names, то есть ну, как-то вот имена вас модифицируем. Для начала берем каждого студента, превращаем его в стрим поток. Так, нам надо вычислить из каждого студента, достать только его имя. Метод getName. Все, здесь мы превратили его в подпоток. Вот этот подпоток уже вот это не поток студентов, это поток стрингов, которые сохраняют в себе вот эти имена. names только. И вот давайте приложим теперь к каждому имени тоже какую-то функцию приложим, да, вот он сразу же показал этот стрим стрингов. Раньше был студентов, но и студентов только имена достали. А теперь давайте к каждому имени приложим функцию, которая возвращает вот верхний регистр toUpperCase. Он находится в стринг классе. И вот мы видим, да сколько тут всего прописано в этом классе. Он как-то вот uppercase. upper. Вот что-то вот. toUpperCase. Вот такой вот класс, который прикладывает к каждому имени. И этот все результат давайте вот вернем в list. toList. Так, чтобы посмотреть этот результат, мы писали вот раньше вот вот так мы делали, да, в двух предыдущих уроках, в двух предыдущих примерах, где мы skip и limit просматривали. Мы просто вводим на консоли, southpish, и вот вставляем вот такой вот modifier. И вот он в верхнем регистре все распечатал. Но это можно делать и не распечатывая, а вот в процессе, как говорится. Мы превратили его в поток поток данных вот тут здесь. Затем из этого потока достали имена то есть тут здесь тоже важно в какой именно этап этот пик вставлять. Если мы вот ставим вот здесь, напишем пик, отобразить, и он начнет отображать просто как есть элементы student. Если мы после вот здесь напишем, он только имена. А если мы вот после вот этого напишем пик, то он должен уже распечатывать после выполнения uppercase. То есть на консоль мы сейчас убрали вывод, мы теперь вот здесь будем его вводить на консоль. Ну, что здесь student, не student, а name, да, у нас в uppercase. Просто пишем аргумент и что с этим аргументом делать? Давайте выводить на печать. Здесь будет просто name. Давайте я здесь помечу, что это результат функции пик. То есть мы пик обрабатываем и вставляем вот эти каждые имена. Теперь, когда мы запускаем, то есть смотрите, как этот стрим работает. Преводили в поток, вычислили имена, вернули все в верхний регистр, обработали имена. Чуть уберем пока. И вот выводим на печать промежуточный результат. То есть потом мы все соберем это в массив, но этот массив распечатывать не будем. И вот то, что на консоли, это вот результат вот этого пика. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот он пик и вот все объекты прилетают вот сюда по одному и он каждый объект обрабатывает. Вот вводит на печать в нашем случае. Alice, Bob, Charlie. Вот мы видим промежуточные результаты. Значит, на вот этом этапе сработал вот этот uppercase и вот мы видим, что каждый объект, который там находится, он в верхнем регистре. То есть с большими буквами. With the capital letters. С большими буквами они идут. Вот. Если потом еще распечатаем, как бы, ну, получим результат, который мы там видели, да, еще снизу добавится массив в виде массива. А это пик в виде каждого объекта. Пик он прикладывает к каждому объекту какие-то, какое-то действие. А это он сразу потом в массив все собрал и весь массив распечатал. Вот если нам нужно получить промежуточные какие-то действия над ними, ну, не обязательно распечатать, а просто там что-то, как-то видоизменить каждый объект, или что-то такое сделать, вот использовать вот такой вот пик. Ну, ясное дело, но с английского переводится как подсмотреть, да, вот что там происходит, промежуточные результаты, используются для, в основном, для отладки или для записи каких-то промежуточных результатов, то есть то, что он делает над каждым объектом, он делает его без изменения вот этого исходного потока. То есть у нас есть поток, вот этот метод, он меняет этот поток объектов, да, был поток стрим студентов, теперь стал стрим стрингов. Этот метод еще поменял, там все строчки с именами, которые были, перешли сразу в верхний регистр. А вот эта функция, она не меняет исходный поток, просто для каких-то промежуточных результатов или для отладки, вот чтобы мы как-то посмотрели результаты, поняли, что там происходит. И как бы можно и не печатать, в конце, после этой функции. Вот, далее вот этот символ, я говорил, он называется конкатенация, что такое вообще конкатенация, это сцепка, то есть что-то сцепить. Например, у нас есть одна строчка, мы взяли его, сцепили с другой строчкой. Вот эта сцепка, конкатенация, также применяется и для потоков. Вот эта сцепка применяется и для потоков. Давайте создадим, вот у нас есть базовый поток, да, и давайте создадим еще один поток. Так, здесь будем теперь изучать конкат, конкатенация, это сокращение конкат. Ну, давайте создадим первый поток, у нас будет var stream1, это будет, ну, поток из студентов, которые мы получаем, students, точка, stream, ну, давайте, там, то, что мы получили, ограничимся, ну, четыре элемента, первых четыре, так возьмем. То есть, мы из вот этого студентов достаем, Alice, Bob, Charlie и Catherine, получается, четыре элемента, и сохраняем его в stream1, это поток студентов, вот он мы видим, это stream с параметрами student. Давайте создадим еще один, теперь такой же поток, так, stream student, а нам не нужны студенты, давайте вообще просто из него еще и достанем, сделаем map, достанем только имена. Мы это много раз делали уже. Сейчас обычная процедура. теперь с именами, он только будет поток, давайте посмотрим, какой тип данных этого стринга, это stream с стрингом, теперь, там массив строчек только, поток, точнее не массив, поток стрим, это не массив, поток строчек. Давайте создадим теперь второй поток, stream2, мы его создадим с помощью stream отсюда методом, методом off, stream off. Вводим здесь тоже какие-то имена, я ввожу свое имя, slan, ipfan, и платили. Вот три рандомных имени, и здесь у нас поток, который вот ограничен четырьмя элементами, вот он четыре элемента считал, раза три, четыре, и здесь Alice, Bob, Charlie и Catherine, плюс еще Аслан, Иван и Владимир. Теперь вот эти два потока мы хотим объединить в третий поток, чтобы это все затести, и в итоге у нас получить лист стрингов. То есть мы берем один поток stream, один, так, а, давайте этот лист назовем, ну, просто names, это будет names, names, авто, конкад, после конкатенации, авто, конкад, streams, и здесь выбираем поток один, который мы хотим сконкатенировать, и прикладываем к нему, нет, не прикладываем, тогда в стриме, просто давно его не использовал, сейчас посмотрим. да, это статический метод, он просто принимает два параметра, запускается из служебного класса с потоками, stream, конкат, и указываем сюда первый поток и второй поток, то есть потоки, которые нам надо, вот объекты которых нам надо сконкатенировать, да, то есть сцепить друг с другом, там объекты находятся, их надо сцепить, а в итоге у нас получается третий поток, и этот поток давайте превратим в лист, и все, теперь распечатаем, что у нас в итоге у нас там получилось, afterconcad, запускаю нашу программу, и теперь вот, вот там четыре имени, и вот эти три имени он добавит в один поток, и вот что, что в итоге у него получилось, Alice, Bob, Charlie, Catherine, четыре имени, да, почему только четыре, вот мы лимит прикладывали сюда, то есть достали только имена, лимит, и вот мы ничего, мы терминально операцию никакой не прикладывали, да, у нас как поток был, так поток и остался, и вот мы занесли, вот сюда, как в поток, а теперь здесь стрим 2, мы создали тоже новый поток, и занесли три имени, здесь там четыре имена, имен было, вот Alice, совпадает Bob, совпадает Charlie, совпадает, и Catherine, совпадает, сюда мы считали вот эти четыре имени, добавили от себя три имени, это все с помощью метода concat, объединили два потока, и, соответственно, он, что, внутри этих потоков же объекта находится, он объединяет объекты, которые внутри этих потоков, и все это он занес методом toList, в лист стрингов, которым назвали names of concat, распечатали, получили вот такой вот результат, вот, ну и все, вроде по созданию под потоков, ну, здесь еще можно отметить, что если мы добавляем еще какой-то, дубликаты, например, два раза, например, слава напишем, если мы сейчас напечатаем, то получится, там два элемента, с одним и тем же названием, вот, давайте удалим дубликаты, для этого можно, прямо в потоке, вызвать метод disting, и все, метод disting удалит дубликаты, либо в исходном, но если мы еще допускаем, что здесь тоже могут быть дубликаты, и мы хотим общий удалить, вот, к этому итоговому, который вот мы вот здесь получили, до того, как мы поток превратим в лист, просто ставим disting, и потом же превращаем в лист, затем, если мы запустим, то, вот этот метод disting, это тоже такой часто используемый метод, он просто удаляет дубликаты, вот, теперь один раз ослан только, несмотря на то, что в потоке у нас два объекта, с таким именем, молодцы, что досмотрели, вы уже достигли больших результатов, увидимся в следующих уроках.